Приветствуем всех студии Балаковского репортера и сегодня у нас в гостях человек, которому в соцсетях традиционно возникает множество вопросов, иногда обоснованные, иногда необоснованные какие-то жалобы. Это Александр Халилов, руководитель Балакова электротранса. Александр Сафролич, я хочу задать вопрос, ну так, чтобы немножечко разрядить обстановку. Что делает троллейбус на улице Комарова в 5 часов утра? Как призрак, который по бывшему своему маршруту проехал, напомнил, что он есть. Он и есть, на самом деле, это же так называемый 11 маршрут, который испокон веков ходил, он вез на рокотбук, даже не знаю, как сказать, ну, женщин, которые у нас занимаются вязанием мочалок. Они что, до сих пор прям ездят? Ну, до сих пор есть, ну, не только они, просто люди настроились под этот мочалок. Это маршрут, у них есть потребность, и он работает по этому. Ну, тогда, может быть, мы озвучим, как этот маршрут ходит, чтобы, может, кому-то тоже в сторону вокзала нужно рано попасть. Боюсь, я не готов вот поостановочно сказать его. Ну, он откуда отбывает? Ну, это же с новых районов идёт, просто он проходит через Комарова, через Рокот. Ну, и дальше, наверное, как остальные. Ага, понятно. Продолжим троллейбусную тему. У нас недавно анонсировали троллейбусный маршрут номер 1212А. Это такое событие, мне кажется, чувствуете ли вы себя причастным к событию века вот такого вот? Ну, пока ещё причастным-то себя сложно чувствовать, потому что на сегодняшний день только готовится пакет документов для участия вот в этой федеральной программе по обновлению пассажирского транспорта в городах-агломерациях. Это в автобусы, троллейбусы, трамваи. Мы на сегодняшний день администрация готовит пакет, администрация УДХБ, Балаковый электротранс готовит пакет документов для участия в этой программе. Ну, основное преимущество какое в этой программе? Там идёт поддержка с Министерства транспорта, лизинг, скажем так, платёж лизинговый для нашего предприятия, то есть сумма лизинга будет из расчёта 40%. То есть 60% платежа финансирует Министерство транспорта. Получается, мы закупим новые троллейбусы, да? Да. И они будут ездить чисто по новому маршруту? Или всё-таки они распределятся по другим? Мы предполагаем, что пока эти троллейбусы мы будем запускать именно по новому маршруту, потому что, если вы видели, там не по всей части маршрута существуют контактные сети, поэтому в нашей заявке указаны троллейбусы с увеличенным автономным ходом до 20 км. Вот именно по этой причине, ну и, соответственно, да, появляется у нас гибкость, мы можем строить новые маршруты. Ну, опять, исходя от того, что у нас существует старые, то есть от этих сетей мы можем как-то корректировать и делать новые маршруты. Но в связи с этим, наверное, возникнет какая-то потребность изменить автобусные маршруты, потому что получается, что он будет троллейбус дублировать. Все правильно, да. Ну, по автобусам, конечно, здесь все посложнее. То есть, если говорить за автобусы, знаете, да, в 2020 году у нас в феврале месяце администрация объявила конкурс на получение свидетельств на право перевозки пассажиров по маршрутам, которые у нас были в городе. В апреле подвели итоги, то есть определились перевозчики, которые получили эти свидетельства, это право осуществлять перевозки, ну и приступили к работе с 1 июля. Эти свидетельства выдано сроком на 5 лет, то есть до 2025 года. И вносить какие-то изменения в эти маршруты по закону на сегодняшний день невозможно. Ну, за исключением только, если непосредственно какие-то перевозчики откажутся от перевозки на каком-либо из маршрутов, ну, по каким-то там объективным причинам. Ну, продолжим вот эту тему, что какие-то перевозчики откажутся. У нас же вот была уже такая ситуация, что девятка, четвертый, понятно, закрылась. Ну, мы ведем речь именно вот о таком, то есть о полном закрытии маршрута, перевозчик отказался полностью по каким-то там объективным причинам. Ну, вот смотрите, если вот вы помните, была ситуация у нас девятка, 22-й, там вот не хватало автобусов, вам приходилось их как-то дублировать. Ну, их не хватает, если говорить за 22-й маршрут, потому что как бы 20-й год ковидный внес существенные коррективы. Конечно, у нас часть перевозчиков просто перестала работать как предпринимателя, ну, и часть перевозчиков пострадала, просто они не справились там. Ну, а в этом случае тогда можно закрывать маршруты, если просто нет автобусов? Ну, автобусы есть. Ну, там же все равно прописано, какой интервал должен, сколько этих автобусов должно ходить, а их не хватает. Ну, вот разорваться или где вам взять эти автобусы, чтобы закрыть потребность? То есть, можно же пересмотреть маршруты, например. Можно расторгнуть только контракт в том случае, не контракт, а отозвать свидетельство о перевозке, если в течение трех дней на маршруте ни одного рейса не было сделано. Понимаете? А у нас нет такого. То есть, да, есть задержки, есть, иногда есть очень большие задержки. Поэтому, ну, не опоздание, а мы говорим про интервалы. Там, у нас в тех заданиях от 6 до 15 минут. Есть, конечно, там и полчаса, и есть случаи, когда и 40 минут люди ждут, мы говорим за 22 маршрут. Вот, но при всем при этом маршрут работает. И, скажем так, формального права нет. Вот закон такой. То есть, люди будут стоять ждать. Я думаю, что... А вот смотрите, вот в этом случае вы же как... Ну, вы же тоже член товарищества, получается, да? Также наравне с перевозчиками. Или у вас какие-то особые права из-за того, что вы, например, представляете их в закупках? Или как? Нет, мы не представляем их в закупках. Это абсолютно, скажем так, ну, равные товарищи. Мы уполномочены просто всеми товарищами. Мы являемся уполномочены товарищами. Через нас, да, мы заключаем договор. Мы принимаем все претензии на себя и ведем работу дальше уже со всеми остальными. Но с точки зрения юридической, это не юридическое лицо. Каждый предприниматель автономен. То есть, он сам принимает решение, кого он принимает на работу. Как он обновляет свой транспорт или еще что-то, какие-то вещи. То есть, здесь повлиять на перевозчиков, если говорить про букву закона, мы, конечно, никак не можем. То есть, мы абсолютно все равны. А сколько вас в товариществах? Ну, в разных товариществах. Там на разных маршрутах разное количество предпринимателей и, соответственно, разное количество товарищей. А вот Бет конкретно за какой маршрут? На каких маршрутах? Ну, мы в товарищах. Это пятый маршрут, седьмой маршрут, девятый, девятый. я, 21-22 маршрута. Здесь мы в договорах товариществу участвуем. Просто было лет 10 назад, наверное, такое было, когда, может быть, помните, ну, скорее всего, все взрослые помнят, когда начались большие такие проверки автобусов, когда ещё у нас маршрутки ходили, что маршрутки должны 5 лет ходить, автобусы должны 10 лет ходить максимум, всё, дальше потом им нельзя работать. У нас сейчас это отменилось или это действует, и также у нас автобусы вот не должны свой возраст превышать? На сегодняшний день какого-то регламента по возрасту транспортных средств нет. Но есть основное требование, это должно быть технически исправные транспортные средства и соответствовать всем нормам. Автобусы, которые у нас, которые непосредственно Балакова электротранс эксплуатируют, и автобусы предпринимателей, которые у нас в товарищах, то есть все утром проходят перед рейнцовой технический осмотр, и медицинский предрейсовый осмотр. Все поголовно. А вот то, что, ну, особенно касается пятёрок прям, я замечаю. Что там? Ну, чадят они прям чёрным дымом. Это нормально или нет? Ну, это, подождите, ну, чадить чёрным дымом может только один автобус, который дизельный там. Остальные на газу. Они не чадят чёрным дымом. Они могут издавать запах, ещё что-то, но чёрный... Ну, а сколько у вас таких вот? Ну, на пятом маршруте один единственный такой автобус с дизельным двигателем, насколько я знаю. Может, я его часто встречаю? Возможно. То есть у нас в городе, наверное, два пазика, которые именно с дизельным мотором. Все остальные на газу, либо на бензине. Ну, а их как-то проверяют. Ну, они же тоже, наверное, не должны чадить. Это же, наверное, как-то неправильно. Ну, вот сейчас у нас до 1 октября заканчивается, скажем так, мораторий на техосмотр. И я думаю, что тут техосмотр нам тоже ведёт определённые корректиры. И в этой части тоже. То есть в целом получится. Когда БЭТ покупал последний автобус? Вообще, когда у вас проходило последний раз обновление парка? Ну, это было не при мне, сразу могу сказать. То есть 3 года я работаю, и это было не при мне. В 16-17 году. А сколько всего автобусов у вас? Ну, на сегодняшний день у нас с учётом, да, 50 автобусов. Это и Лиазы, это и Пазы. Ну, есть Газели у нас. То есть с учётом того, что мы осуществляем перевозки по городу на 15 маршруте и весь пригород. Поговорим, давайте, знаете о чём? О тарифе. Это же очень важный вопрос. Не собираются ли его поднимать? И сколько вообще должна стоить поездка? Ну, если так отбросить, что людям, люди там скажут, что это дорого. Просто сколько она должна стоить, чтобы потом, например, на отложенные деньги можно было купить новые автобусы, там как-то обновить, проводить ремонт регулярно. Чтобы водителям и владельцам этих автобусов хватало и на жизнь, и на обслуживание этих автобусов, и, собственно, чтобы мы ездили в нормальных автобусах. Ну, здесь так однозначно трудно сказать, потому что, смотрите, опять-таки, про что мы будем говорить. То есть либо мы, условно говоря, весь город переводим на Газели, как общественный транспорт, и это одни затраты. Правильно? Там есть одни, есть свои преимущества, потому что для перевозчиков, конечно, дешевле. Но есть другая сторона, когда не все пассажиры могут уехать час пик на Газели, особенно в зимнее время. То есть и по разным маршрутам это по-разному происходит. Вот. То есть там одна сторона, скажем так, себестоимость. Если мы говорим за автобусы большего класса, там, средний или больший класс, то, соответственно, там и затраты другие. То есть что Газель, что, допустим, Лиас. Это разное. Поэтому так однозначно сказать за себестоимость, потому что час пик у нас, утренний час пик, там, два, два-два с половиной часа, и вечерний час пик, который более-менее так растянут на три часа. Вот. Вы же живете в городе, прекрасно видите, что в течение дня автобусы ходят. Ну, незаполненные. Мягко говоря, незаполненные, да. Но при этом они должны соблюдать интервал от 6 до 15 минут. То есть это максимум 15. То есть, скажем так, днем мы ходим с интервалом там в 10-12 минут, в 15 маршрут. Понимаете? И, соответственно, если вы есть пассажиры, то это и цена. Нет необходимости там задирать, какие цены. Если пассажир поток маленький, то достаточно сложно. То есть можно сделать любую цену, и в любом случае это не решит проблему. Есть, конечно, еще один момент там у нас. То есть, ну, давайте так. Если уж как-то в цифрах, с учетом того, что последние изменения произошли, в течение буквально двух месяцев у нас очень сильно изменилась цена на газ, если вы обращали внимание, это... Да, и на бензин, и на газ, на любое топливо, мне кажется. Ну, на бензин, оно как-то растет, да. Полномерно-то на газ вот за эти два месяца, там, скажем так, вот, на стелле цена была 27 рублей, сейчас это 35,6... 35,90, то есть 36 рублей. За два месяца на 9 рублей подорожало. То есть это 30% подорожания. О какой цене за проезд можно говорить? Ну, объективно. То есть, ну, давайте в цифрах. Ну, наверное, была бы какая-то разумная цена в районе 30 рублей, но у нас есть еще одна составляющая. Помимо денег, у нас есть льготная категория граждан, которая составляет порядка 30% от пассажиров. Мне кажется, периодически даже больше. Ну, мы берем в общем, потому что в час пик-то все-таки люди на работу едут, и льготников меньше там в это время. Хотя, конечно, в дачный сезон и утром их тоже достаточно. И четвергам, и субботам на некоторых маршах. Цифра такая, что, то есть по статистике порядка 30%, ну, плюс-минус, понятно. На сегодняшний день компенсация за льготников на троллейбусе это 12 рублей, на автобусах 11 рублей. Поэтому, как бы, вот эта составляющая тоже немаловажная. Хотелось бы, чтобы все-таки она была ближе к полноценной стоимости проезда. Соответственно, это тоже в положительной степени отразится на перевозчиках. То есть, может быть, и не будет необходимости поднимать там, условно говоря, проезд до 30 рублей, а сделать там, ну, условно, 25 и практически полноценную компенсацию. А кто вообще инициирует изменение тарифа? Это вы должны выйти с предложения в каком-нибудь министерство или они сами посмотрят, что, ага, все подорожало, значит, нужно как-то тоже поднять. Ну, вообще, обычно это происходило, да, все равно, наверное, инициатором будет перевозчик, потому что в любом случае он оценивает свои затраты и понимает, что все, предел наступил. Просто физически невозможно вписаться в эту экономику. Ну, сейчас пока еще не наступил этот предел. Наступил. Ну, вы же помните, последнее повышение у нас было в 2018 году осенью, поэтому три года уже прошло. Три года уже прошло. Ну, вы же, наверное, общаетесь с другими районами, нет? Там еще не назрело, что нужно собраться, прийти в министерство и попросить, чтобы посмотрели тарифу. Ну, если сравнить с Саратом, понимаете, пассажиры поток разный. Очень сложно так. То есть, ну, скажем так, кто-то достиг точку безубыточности, кто-то не достиг еще. Поэтому здесь в товарищах согласия нет, но в любом случае затраты-то растут, запчасти дорожают, резидно дорожает, ГСМ дорожает. Пока не ждать нам, да? Ну, это не от меня зависит, понимаете. То есть мы можем только написать, а все равно в любом случае решение, потому что это решение утверждает глава. Это же, согласно постановлению главы происходит, а не просто так по нашему хотению или там нехотению. Когда у нас автобусы и троллейбусы перейдут на расчет карточкой? Будет ли вообще свершиться у нас такое или нет? Ну, я-то двумя руками за это. Ну, вот смотрите, сегодня что у нас, вернемся к тому, что сегодня у нас. Наличный расчет у нас осуществляется, то есть у кондуктора, у водителя, в зависимости, там, если водитель работает без кондуктора, не важно, ну, кто обелечивает. То есть у него на руках на сегодняшний день два рулона билетов. Один рулон, где написано 23 рубля, и когда люди за деньги оплачивают проезд, он отрывает этот билет. Когда идут льготные категории граждан, там написано ЕСПБ, единый социальный проездной билет. И он отрывает от другого рулончика, забирает талончик, отрывает билет в этот. Если мы сейчас еще на это насадим безнальную форму оплаты, ну, понимаете, да, то есть мы настолько усложним работу, что кондуктор, что водитель, что вероятность ошибок будет очень большая. Поэтому если, ну, мое, это лично мое мнение, скажем так, на мой взгляд, если вводить безнальную оплату, то однозначно повсеместно, чтобы это не было на каком-то отдельном маршруте есть, на другом нету. Вот. И с применением все-таки для льготных категорий граждан тоже пластиковых карт. То есть там транспортная карта или социальная, неважно, как она называется, к банковской. Сейчас технологии позволяют и к банковской карте, и пенсионной карте ко всему привязать эти поездки льготные в виде денег, в виде количества поездок. То есть здесь операторы очень даже гибкие, и они делают любую вариацию. Но главное, чтобы просто... Ну, в некоторых городах даже карточкой дешевле оплачивать, ну, привычают людей к безналичному способу оплаты тем, что им дешевле просто это. Ну, я хотел бы довести, что просто ключевое, чтобы все-таки на транспортном средстве был один терминал оплаты, то есть карточка. Человек зашел, оплатил. Во-первых, ни водитель, нет, никто не отвлекается на работу с наличными деньгами, там и сдача, и учет, и все. И, собственно говоря, там есть и механизм подсчета, то здесь все просто. Приложили карточку, вышел чек, человек забрал, у него тут же... Потому что уходит вопрос, а мне не дали билет, а мне еще что-то, а вот у перевозчика тоже уходит вопрос, сами понимаете, там, так называемых забыденных, оторванных билетов, вот, поэтому беззнальная форма, я не думаю, что перевозчики будут против. Ну, надо, чтобы и льготники ушли, потому что опять мы поставим терминал, останутся льготники, ну, и мы останемся, в общем-то, опять в прошлом веке по функционалу. Хотелось бы, чтобы это все было единое тогда. Тогда можно говорить и не только там о переносных, а как это и есть в крупных градах, стационарные стоят. Ну, да, пошел, прям при входе. На двух турникетах, там, задняя, передняя дверь, допустим, вполне достаточно. Человек зашел, оплатил, ну, да, остается там вопрос контроля, ну, в любом случае, он и сейчас существует, этот вопрос контроля. Ну, так-то получается, да. Он никуда не уходит. Да, в автобусах только в троллейбусах? Почему? Нет, ну, по-разному. Кто работает с кондукторами, кто без кондукторов. То есть и предприниматели, и у нас в Балаково-электротрансе тоже есть водители, спокойно справляются без кондуктора, есть, с кондуктором работают. Так, давайте перейдем, знаете, к какому вопросу? Глонасс. То мы тут, оказывается, на три дня выпадали, нас не было на Яндекс.Картах. Это тоже с этим, с Глонассом связано? Или просто какую-то информацию какую-то куда-нибудь не подали? Ну, смотрите, вот для понимания, то есть, как работает у нас с нашей стороны. То есть, у нас стоит задача, то есть, информацию, которая есть, то есть, машины вышли сегодня, мы ее вносим в программу, которую нам предоставила ОДХБ. Мы вносим сведения по всем автобусам, которые выходят. Ну, то есть, по сведениям по автобусам, которые мы обслуживаем. Ну, не только 15 маршрут, но и в рамках договора простого. Ну, то есть, пятерку, семерку, девятый, девятый я мы вносим. 21-22 маршрут. Мы эти все маршруты вбиваем. Автобусы, которые выходят на линию. Почему они частично отражаются, я не готов вам пояснить, потому что, ну, договор по Яндексу, то есть, это ОДХБ. Почему сбои в этом Яндексе какие-то происходят, потому что, ну, вот, далеко ходить не надо, мы 15 маршрут забиваем ежедневно. Но при выпуске в 14-15 машин на маршруте, я даже сам наблюдаю в Яндексе только 8-7 машин. Открываем Глонас, мы все машины видим, в Яндексе мы их не видим все. Почему это происходит, я не готов пояснить. Ну, какой-то, видать, там идет, как специалисты говорят, коды какие-то, либо не бьются, либо еще что-то. Ну, то есть, вот, есть какая-то неувязка у нас, поэтому не все машины, далеко не все машины отражаются в Яндексе. А почему он пропадает там вообще на 2-3 суток, здесь не готов сказать. С нашей стороны это требование такое. Вы сами следите, вот, иногда открывайте Яндекс. Конечно, слежу, я же вечером смотрю, то есть, вы же понимаете, что вечером у нас там 1-2 идут автобусы. Вот я про то и говорю, а вы и днем посмотрите. Днем больше все равно. Больше, но не настолько. Мы, кстати, знаете, вот вечером проводили эксперименты, тоже смотрели, следили, и в окно выглядываем, а у нас там много маршрутов проходит под окном, и мы следим, ну, вроде все совпадает. Вот, и мы заметили, что некоторые автобусы... Не отражаются. Нет, мало того, они отражаются или не отражаются, это другой вопрос. Но некоторые стоят, то есть, у них, они подключены, но они стоят. Где-то около одного дома постоянно стояла девятка. Ну, может, конечно, они там ночуют, уже приехали. Но они ночуют там просто. Не на парковке, а просто у себя во дворе. Ну, здесь я не могу им регламентировать, понимаете, как бы. Ну, тогда отключались бы, что вы ехали с маршрута. А то они вроде стоят, и люди такие думают, наверное, значит, поедет, а он не едет. Ну, я могу предположить, почему они не отключаются, потому что мы в свое время очень плотно работали с тем, чтобы ГЛОНАСС не отключался, потому что это как раз передатчиков в Яндекс.Транспорт в том числе. Вот. И я думаю, что просто часть предпринимателей сделали напрямую, чтобы этот прибор всегда работал, чтобы водитель не мог вмешиваться в его работу. Потому что, ну, что греха таить, есть водители, которые периодически у нас отключают, чтобы их машина была не видна. Поэтому, наверное, устранили таким образом вот это вмешательство, и поэтому он стоит и всю дорогу виден. Он ночует около дома или еще где-то, но он отражается на карте. Ограничивается ли время работы у водителей? У них же напряженность, они же не могут в 6 утра выйти и только в 10 закончить. Или так и происходит? Давайте я вам скажу за то, как работает Балаково-электротранс. Давай. Ну, мы с вами же разговариваем по ЭБТУ. Да, согласно трудовому закону, конечно. Те, кто выходят ранними графиками, соответственно, у них раньше и заканчивается рабочий день. Есть у них там разрывные, но это служба движения, она полностью все это просчитывает. То есть с учетом того, чтобы отдых был, то есть это вот он вечером вернулся с работы, чтобы он между окончанием работы и началом новой смены у него было не менее 14 часов отдыха. То есть с учетом этого, с учетом того, что у него там в течение дня не должно быть переработки большой. То есть здесь все согласно трудовым законодательствам работы. То есть еще раз, там ранний график рано заходит, поздний график, конечно, позже работает. А вот смотрите, начинается учебный год у нас. Соответственно, станет больше студентов, школьников. Как-то вот в это время, в часы пик, вы меняете графики именно с учетом того, что школьники начались, например? Ну, не сам по себе график, а интервал движения. Интервал движения, конечно. Ну, то есть, если действительно, это очень даже предприниматели оперативно на это реагируют, потому что никто не хочет терять. Это как раз доход их. То есть никто не будет стоять в то время, когда пассажиры стоят на остановке. То есть, да, интервал сразу снижается. Ну, для примера, да, мы начинали, то есть, 20-й год вспомнить, в апреле месяце, когда всех посадили благополучно дома, мы начинали с того, что интервал движения там, ну, растянули на 7 минут. Потом мы дошли до 8 минут, потому что, ну, автобусы ходят просто пустые. Как только отпустили ограничения, мы тут же отыграли и вернулись. Люди ждут на остановке, водители же должны там их всех подобрать. Но бывают же случаи, когда пролетают, видят, что бабушка стоит. Сколько таких случаев было? Это же, ну, неправильно, наверное. Как-то вы на них воздействуете, когда вот такие ситуации происходят? Так. Ну, какой право вы вообще имеете, ну, вернее, какой способ воздействия вы имеете на водителей, которые вот это вот совершают такие поступки? Ну, скажем так, на 15-м маршруте такого не происходит. То есть, если это происходит, то это вопиющее нарушение, вот. Да, со стороны предпринимателей, опять же-таки, это не сами предприниматели, это водители, по какой-либо причине принимают такое решение. Ну, по какой причине, я понимаю, потому что, опять же, что маршруты дублируют друг друга, и быстрее, быстрее нужно кого-то обогнать. Ну, даже не по этой причине, ну, скажу, как есть, потому что полная стоимость билета 23 за льготника оплачивают 11 рублей. Поэтому у нас почему-то некоторые водители думают, что 11 рублей – это не деньги, и выражают мимо людей. То есть, оставляют, да. Или ты ничего не заработал, или хотя бы 11. Ну, вот какой руководствуются они логикой, трудно понять, но это так. Вот, естественно, мы с этим тоже боремся и работаем в рамках того, что мы, ну, то есть, в рамках того, как мы можем повлиять на перевозчиков. Я говорю про предпринимателей. Вот, в рамках нашего товарищества. Опять же, начинается учебный год, поедут дети, а с учетом нового закона высаживать их нельзя. И, наверное, появятся такие, которые будут делать принципиально что-то. Вы на них тоже никак не можете воздействовать? Никаких там пунктов нет в законе? Ну, каким образом? То есть, в принципе, что мы можем сделать? Остановить автобус, вызвать наряд полиции. Максимум, что мы можем сделать? Ну, опять, дальше что? Вызвали, его забрали. То есть, каких-то... Высадить, да, высадить мы его не можем. Получается, перевозчику проще довезти его и забыть про этого пассажира. Ну, а некоторые же все равно, получается, из точки А в точку Б, это каждый день они ездят. Ну, все равно кондукторы знают их в лицо. Они могут подсказать там водителю, например, не останавливаться, потому что знают, что он такой... Ну, как поведут себя, я не готов сказать, но если помимо него люди-то будут стоять на остановке, все равно же не пройдут мимо остановки. То есть, да, если... Я допускаю вполне, что если водитель и кондуктор знают, что вот этот вот молодой человек все время пользуется вот этим право, да. Ну, здесь, в данном случае, они могут, опять же-таки, зная этого молодого человека, изначально не везти его. Он же едет, условно говоря, из дома. То есть, до дома он дорогу знает. Пусть вернется домой, возьмет денежки, если он их забыл. Или там, проездной, если он у него есть. Если он точно так же его забыл. И добро пожаловать в общественный транспорт. Ну, если он уже едет туда, конечно, его надо доставлять до места, куда он едет. Ну, здесь что обсуждать? Закон есть закон. Он принят, поэтому то, что есть люди... Ну, у нас это ж нормальная практика, то есть ничего тут такого нет. Будем работать с этим. Часто ли поступают какие-то жалобы со стороны пассажиров? И какие в основном? На что они жалуются? Ну, жалобы конечно же есть. То есть, чтобы так для понимания в день в зависимости, конечно, от сезона, от дня недели от 35 до 50 тысяч человек проезжает в общественном транспорте у нас в городе. Поэтому сами понимаете такое количество людей не может остаться все довольны. Ну, и здесь и перевозчики, конечно. Есть и часть их вины. Ну, и сами пассажиры у нас тоже отличаются. То есть, если говорить за ту же самую льготную категорию, то есть, в законе четко прописано, каким образом они получают право льготного проезда. То есть, они когда приходят на почту, приобретают эту книжечку с талончиками, они предъявляют документ. В законе точно так же написано, что когда они предъявляют к оплате этот талончик, они обязаны с этой книжечкой, с документом, в котором есть фотография, подтверждающая личность, заходя в автобус, сразу предъявлять это и потом уже отрывать талончик. А не просто заходить, бросать талончик, после чего, естественно, законное требование кондуктора предъявить документ, удостоверяющий право предоставления этой льготы. Поэтому, ну, зачастую, зачастую из-за этого происходит скандал. Ну, это не в защиту, опять, кондукторов, то есть в любом случае они должны быть корректными и не работать по настроению. Сегодня у него хорошее настроение, завтра плохое, поэтому она сегодня вежливая, а завтра невежливая, скажем так. Ну, пассажиры-то тоже бывает иногда. Пассажиры должны тоже понимать, что мы предоставляем услугу, но не должны угождать там или кого-то облизывать или еще. То есть мы выполняем просто свою работу. Да, мы ее должны выполнять корректно, вежливо, но и это не говорит о том, что мы должны там каким-то образом перед пассажиром, то есть все в рамках закона. Есть требования к пассажирам, есть требования к кондукторам и к водителям. Поэтому было бы хорошо, если бы все соблюдали, конечно, не возникало никаких вопросов. Поэтому здесь обоюдное требование. Ну, то, что есть люди, понятно, это есть человеческий фактор, тут не избежишь, как бы мы не пытались там наказать, поругать, какие-то санкции применить, все равно это происходит. Но мы все равно с этим работаем, конечно. Ну, вот смотрите, происходит какая-то ситуация. Обычно же люди говорят, а это не место вообще этому человеку здесь работать. Ну, если вот всех увольнять, у вас вообще останутся ли люди, кто будет работать? Потому что сейчас везде, в любой сфере ощущается нехватка кадров. У вас как с этим? Ну, у нас о том, чтобы уволить, кто, говорят? Главные специалисты, как правило. То есть они в любой отрасли, специалисты эти люди, они готовы в любой отрасли всех уволить и навести порядок. Ну, я к этому спокойно отношусь. Последний у нас остался вопрос по поводу соблюдения ковидных мер, потому что сейчас без этого никак. Кто в автобусе должен следить? В маске, не в маске? Можно ли высаживать, если пассажир отказывается одевать маску? Вот в этой сфере что вы делаете? Как работаете? Ну, функция контролить на нас невозложена, конечно. То есть, что мы можем сделать? То есть, как это должно выглядеть? То есть, если у нас присутствует в салоне пассажир без маски, то мы вправе не предоставлять услугу. То есть мы просто стоим на месте. Понимаете, да? То есть у нас весь транспорт остановится в городе. Потому что у нас так или иначе в каждом автобусе присутствует пассажир, который по какой-то причине не одевает маску. Ну, в лучшем случае, если едет автобус с тремя пассажирами и там все в маске. Да, вот он едет. Но если автобуса чуть побольше, вы живете в городе, вы видите, что происходит. То есть пассажиры наполовину едут без масок, наполовину в масках. Еще раз повторю, у нас, ну, то есть мы не контролирующий орган. Наши действия, в данном случае мы можем только остановиться и не предоставлять услугу. Ну, это получается, вот смотрите, человек едет без маски, вы не можете его проконтролировать, но тем не менее какой-нибудь проверяющий может проконтролировать вас, что в вашем автобусе едет. Потому что мы не должны, то есть наши действия, то есть мы не должны предоставлять услугу. То есть вот он зашел, пока он маску не оденет, по идее мы не должны трогаться с места. Вот наша модель поведения, должна быть такая. В данном случае, то есть еще раз повторюсь, тогда весь город будет стоять. Если так, давайте по букве закона попробуем, ну, тогда это должны все сделать и посмотреть, что получится. Потому что, ну, здесь требования не только к нам, но опять же таки и к пассажирам. Водитель или кондуктор не может и не должен принуждать кого-то там одеть маску. На входе во все общественные транспорки, сейчас везде висит, ну, так же, как и в магазинах, и во всех общественных местах, входить обязательно в маски. Как еще доводить до людей? То есть, ну, да, мы единственное, просто не ехать. Тогда пассажиры начнут скандалить, либо они вытолкнут того пассажира, который без маски, ну, либо там это. Чем-то закончится. Чем-то это закончится все равно. Ну, то есть по букве закона, то есть это точно так же, как в магазине. Продавец не должен обслуживать человека без маски. Правильно? Если он заходит в магазин, нет. По закону он сейчас, на сегодняшний день, не должны ему предоставить услугу. У нас та же самая ситуация. Мы не должны предоставлять услугу, если человек не выполняет трюм. Я надеюсь, что после нашей программы хоть кто-нибудь скажет спасибо и кондуктору, и водителю. Спасибо вам за то, что пришли к нам в студию. Удачной вам работы.